И в прошлой серии я обещал вам, что мы пойдем штурмовать врата замка Асина, но на самом деле я тут кое-что забыл в память Хирата. Точнее даже не то, что забыл, а не знал. Я несколько раз уже прошел эту игру и все эти разы пропускал один очень неприметный поворот. И спасибо, что написали мне в комментариях, что здесь есть еще пару врагов, которых я не убил. Это два охотника на Синоби. Ничего сверхъестественного они не дают. И никак не влияют на достижения, чтобы получить платину. Но все же стоит к ним забежать и собрать там несколько предметов. Это то самое место, где мы обошли и поднялись через колодец в поместье Хирата. И вот здесь есть поворот в бамбуковую рощу. В которой гуляют два достаточно сильных противника, охотника на Синоби. Они с пиками, соответственно нам очень может помочь техниками Кири. Немножко приманим сюда белого. Оу. Да, что-то как-то неубедительно. И из этих монахов выпадают леденцы. Еще можно сделать вывод, что это монахи храма Миссан. Сегодня у меня прям какие-то проблемы с таймингом Микири. Ну я пришел сюда уже достаточно прокаченным, поэтому убиваются они достаточно быстро. И самое главное, что дает последний охотник, это большой кошелек. Кошелек до крови в полный Сен. Открыв его, вы заберете лежащие там монеты. Этот кошелек тяжел настолько, что вызывает на лице у волка некое подобие улыбки. Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. И этот кошелек дает целых тысячу Сен. Что очень приятно. Также здесь еще лежит шар воскрешения. Шар Мибу наполненный водой первоисточника, благословленный на счастье душам покойных. Если лопнуть розовый шар Мибу и помолиться, те, на кого падет эта вода, временно получат большие способности к воскрешению. Такие шары самые древние из шаров Мибу. Жрецы лопали их, когда молились за упоение умерших. Очень часто мы видим упоминания о Мибу. Но не переживайте, мы там побываем. Здесь также еще лежит шар трофеев. И отсюда можно наблюдать уже знакомое место. Здесь мы были, проходили через этот мост. И больше, в принципе, здесь делать-то и нечего. Можно со спокойной совестью теперь двигаться дальше. И давайте еще немножечко пробежимся по полю бою. И опять же рассмотрим это знамя. В прошлой серии я просил вас написать, что вы думаете по поводу этого знамени. И как эта надпись может переводиться. И Михаил написал, что это знамя гласит «Правая дворцовая гвардия, отряд сопровождения». Но я все-таки склоняюсь к другой версии. На зарубежном ресурсе я откопал, что эта надпись на английском звучит как «Where is glory in death, when living in shame?» Что в переводе на русском звучит как «Лучше славная смерть, чем жизнь с позором». И это наверняка знамя воинов Асина. Которое означает, что лучше славно умереть, чем жить под гнетом министерства. И давайте еще рассмотрим одно знамя. На котором изображен герб в виде двух листьев. Здесь плохо видно, все замазано кровью. Ну вот на этом знамени видно получше. И данный герб на самом деле существует в реальности. Только он там немного видоизменен и имеет три листа. Это герб Сегунато Токугава. И давайте окунемся немножко в историю. Сегунато Токугава это феодальное военное правительство Японии. Основанное в 1603 году. И возглавляемое Сегунами из рода Токугава. После периода феодальной раздробленности и гражданских войн между различными кланами. Известного как период Сен-Го-Ко-Дзи-Дай. Япония была вновь объединена в единое государство. Да уж, разработчики здесь очень активно используют в игре симбиоз реальной и выдуманной истории. Подстраивая ее под события в игре. Эти знамена принадлежат министерству. Это легко понять, если присмотреться к трупам воинов министерства. Но, к сожалению, на обожженных трупах тяжело разглядеть. Но у них на броне также имеется данный герб в виде двух листов. И если здесь дела пойдут как реальная история, то можно предположить, что клану Асина существовать осталось совсем недолго. Здесь можно немного обойти. Да уж, альпинист из меня хреновый. Ну вот, обходил, обходил, и один черт меня все впалили. И здесь не будет лишний митюрикен. И я уже убивал этих крыс. Оставим их в этот раз в покое. Заберем бесполезное барахло. И здесь есть срезка, воспользовавшись которой, можно быстро пробраться к мини-боссу этой локации. Но давайте перед тем, как ее использовать, еще немножко здесь походим. На самом деле, здесь еще один здоровяк. Так, и я не успел сделать смертельный удар, к сожалению. Сражаться просто в двух, это не очень удобно. Лучше немножко ретироваться. И как раз покажу, куда эта срезка ведет. Можно пройти через эту башню. И как раз вот здесь внизу ходят эти здоровяки. Но также можно еще вернуться немножко назад. И пособирать здесь еще немного барахла. Будьте осторожны, здесь очень много ящерок. Можно их, конечно, позбивать, но... Ну, лучше не тратить в пустую млебы духа. Не так много они дают опада. Всего лишь 19. Ну вот, меня еще и отравили. Используем противоядие. И проведем смертельный удар в падении. Против одного мы уж как-нибудь справимся. На всякий случай используем фейервер. Да уж, за этих парней дают 38. Так что я покоричился, когда сказал, что за ящерку дают всего лишь 19. И здесь здесь где-то был спрятан предмет, который я упустил. Стоять. Вон он лежит на краю. И это леденец Ако. Неплохой леденец, с ними здесь постоянно нехватка. Отсюда можно наблюдать ту самую поляну, где мы впервые сражаемся с Генитира. Как раз там вот секретный проход, через который волк пытался скоро сбежать из земель Асина. Но куда они пытались сбежать, непонятно, так как мост сломан. Кстати, вот, по-моему, на той горе находится храм Сэмпа. Вообще, мне нравится, как в Секиро сделано построение уровней, все друг с другом опять переплетено. И это очень сильно мне напоминает первый Дарк Соулс. Этого очень не хватало во втором Дарк Соулсе и в третьем. Там все более было похоже на какую-то прямую кишку. Дарк Соулс И похоже, что воины Айсина задумали использовать кого-то опять очень опасного. И на этом боссе нам могут пригодиться, опять же, хлопушки. И, возможно, Туманный Ворон, но, к сожалению, он не так эффективен, как многие считают. Просто давайте я вам покажу, как он работает. И яростный бык, обломая сарай, вылетает на нас. Непонятно, кто ему поджег вот это полено на рогах. Этот босс может доставить неудобств, если вы плохо умеете бегать. Если вы хорошо умеете бегать, то, в принципе, он достаточно простой. И это, наверное, единственный босс, которого я вообще, когда первый раз играл, эту игру прошел с первого раза. Тактика очень простая. Просто стараемся держаться у него в углезаднице. И когда его заносит, или он влезается в стену, атакуем его. Очень хорошо помогают петарды. Можно нанести 5-6 ударов без каких-либо проблем. При этом лучше убирать с него централизовку, когда вы находитесь рядом и атакуете его. Если использовать ворона, то получается примерно вот так. Но не так криво, конечно. Лучше стоять при этом возле стены. Это дает нам такое хитрое уклонение. Которое, в принципе, не особо и помогает. И лучше не тратить эмблемы духа на эту хрень. А потратить их лучше на фейерверк. Который работает намного эффективнее. Продолжение следует... Я же еще и не умудрился умереть. Я же еще и не умудрился. И это мини-босс, который дает бусину отчеток. А также навык лекарства Синоби 2 уровня. Пассивный навык усиливает эффект лечебных предметов. Порой Синоби может выжить после такого, что для менее умелого воина значило бы верную смерть. А все благодаря знанию медицины. Изучить эту технику можно лишь после многочисленных ранений в боях с сильными противниками. Ну давайте, ребята, открывайте. Да уж, на барбекю я пустил вашего быка. И вот, наконец-то мы добрались до замка Асина. И после того, как мы добираемся до замка Асина, перед нами открывается множество путей, куда можно пойти далее. Но для начала давайте поговорим с этой старой женщиной. В храме Синпо живет особенный человек. И она предлагает нам помолиться. И это вполне можно сделать. Для этого нам понадобятся какие-нибудь шарики, которые нам не особо нужны. Например, шары богатств. Леденец Сунга. Леденец Сунга. Леденец Сунга. И божественные конфетти. Божественное дитя. Монахи. И она явно говорит не про Кура. Больше она ничего не дает. Достаточно было помолиться три раза. И можно отправиться в храм Синпо, если перепрыгнуть через этот овраг и пройти по мосту. Давайте я это сделаю, но в храм Синпо я не пойду, а заберу там нужный мне предмет. Продолжение следует... И это некая подсказка, что здесь рядом есть даровяк, на котором плохо держатся доспехи. И есть некий инструмент Синоби, который позволяет взрывать эти доспехи. И один из этих ребят дает ключ от караулки. Ключ от караулки, находящийся у резервуара Асина. Недалеко от колодца, где держали волка. Здесь самураи Асина хранят сломанный рог Гёбу. Сломанный рог это острее копья, которым он орудовал. Сказано, что жертве, на которую Гёбу наводил это острее, было уже не уйти. Оно притягивает врагов и даже может срывать с ним броню. Этих двоих мы уже подслушивали, когда лазили там снизу по мосту. Да, это то самое место, самое начало игры. Только сейчас немножко другое время суток. Это та башня, где держали Кура. И пока что дальше мы не пойдем. Вернемся назад. Мы получили то, что зачем сюда шли. Здесь даже можно искупаться. Но вода здесь, конечно, не очень чистая. Но это нам ничего не даст, потому что пока что мы не умеем нырять. Ничего полезного здесь внизу не лежит. Теперь нужно как-то отсюда выбраться. Нужно за что-то ухватиться. И как ни странно, ворота уже кем-то замурованы. И у нас, кстати, четыре бусины отчеток можно улучшить нашу выносливость. Видение. 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 Это не так, Эма, я понимаю. Ген Ильич Роу, я буду вернуться к Теншу. Ооками, я не могу сказать, что я не могу. Я не могу сказать, что я не могу. где он находится и вот эти знамена это как раз вот знамена клана асина здесь если немножко подняться наверх то можно увидеть очень много народу во главе со здоровяком и на ручку асина сон боно и ксу и шин сама и асина но тамино тамини и ночью стыдно и лозу и похоже не готовится битве здесь у нас тоже есть варианты пойти направо пойти налево либо пойти вперед сначала сходим налево здесь у нас проход завален очень много здесь дверей немного железа и здесь тоже зеленая жижа этот раз мы купаться не будем там ничего интересного нет и на этой крыше тоже пусто могли бы уж что-нибудь и положить дрожжи и это те самые врата из начала игры которые были заперты с другой стороны здесь мы убили первого здоровяка и давайте активируем идолан подслушаем очередной в общем здесь особо тоже ничего нового повсюду рыщут шпики похоже что на асина скоро будет совершено нападение пока что мы не пойдем исследовать эту часть локации сюда я сходил чисто ради того чтобы активировать идол резчика что потом сюда можно было быстрее переместиться хотя здесь этих идолов натыкано очень много и давайте исследуем эту часть локации она достаточно интересно здесь встречаются новые враги те самые полуночники их мы уже видели но нам пока что еще не приходилось с ними сражаться и можно видеть вот такие вот дымки это некие знаки но пока что про них мы ничего не знаем давайте перед тем как исследовать эти крыши проверим что-то внизу и здесь нам может помочь леденец гатиина здесь очень много народу и и чтобы более безопасно пройти это место вырежем их в режиме стелса очередной замурованный проход охранник и кажется мне подняла собака зря она это сделала здесь всего лишь пригоршня пепла и еще немного железа бабуля привет мне очень нравится как здесь со временем меняется локации пока что идет слабый снег но после метели здесь станет намного больше снега то есть здесь меняется не только время суток но и внешний вид самих локаций да но это я что-то погорячился конечно хотя пикмены так что происходит не то я аж растерялся я аж растерялся от такого напора здесь наверно лучше будет подняться наверх и атаковать их сверху не так много их здесь осталось оу я не на ту кнопку нажал да уж чего не хватает секира так это лута все плакали что в блатборне лута мало но здесь вообще катастрофически не хватает и здесь у нас интересный персонаж но на кону сирона самурай жанна ими дайдана синоби сурим уканали но ты дарит о хе-хе я парик а то море таскатая читал это кое-что на самурай дому не штука уллит и майдетана данного мина дамара сетей крыта корова сону мейса в общем за то что мы здесь всех перебили он вручил нам записку про сигналы дыма записка о дымовых сигналах полуночников синоби клана асина над крышами замка асина клубятся белорозовые столбы дыма эти сигналы по которым ориентируются полуночники лишь воины клана с серыми перьями могут идти по такому следу вообще как мне кажется только слепой не заметит эти бледно-розовые столбы дыма и здесь у нас еще один персонаж который промышляет информацией но пока что он не хочет с нами ею делиться данная 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 дыма она и ваша горит что для этого нужно более безопасное место и давайте его пока что оставим здесь тут внизу я уже все обобрал здесь у нас очередной полуночник они очень забавно сбиваются воздух и нам нужно идти по вот этим вот клубящимся следам дыма параллельно собирая всякое барахло которое можно найти на этих крышах и можно это барахло и не собирать так как ничего полезного все равно вы тут не найдете а только потратить свое время нам нужно забраться на самую высокую башню но давайте перед этим сделаем кое-что другое я попробую немножко обнаглеть я попробую вырубить того большого парня вместе с его свитой и да он дает бусину и это на самом деле не так сложно как может показаться вся его свита это стрелки выносятся они на раз-два и в этом нам может помочь херверк давайте его немножко отведем от них и теперь нужно как можно быстрее вырубить подкрепление и этот военачальник практически ничем не отличается от других таких же военачальников которых мы уже вырубали не так давно а как но и и и и и Оу, отпрыгнул от его головы, аж на крышу залетел. Пользуем Микири. Для пущей безопасности можно использовать фейерверки. И нам удается его победить. В данном случае это было совсем не обязательно, и если вы чувствуете, что у вас может не хватить сил, то можно к нему вернуться попозже. Сюда врата все равно не откроешь. А в этом сундуке всего лишь божественная трава. И на самой верхней крыше у нас тут глазастый Синоби. Который пытается нас закидать сюрикенами. Опс. И теперь нам нужно как-то перебраться на ту сторону. И под градом сюрикенов это не совсем просто сделать. По-моему, они еще и самонаводящиеся. Можно, конечно, попробовать постоять и подождать, пока он успокоится. Попробуем скрыться ненадолго. Но даже в таком скрытом состоянии они меня замечают. Ну, как писалось из описания бинокля, да, эти парни очень вздоркие. Да, и умер, но хотя бы перебрался на эту сторону. Блин, да откуда он там взялся? Мне казалось, я там уже всех вынес, но... Но один там все-таки где-то зачесался. И здесь сейчас будет очень забавный момент. Будьте осторожны, если этот парень в вас врежется, скорее всего он вас убьет с первого удара. И самое безопасное, что здесь можно сделать, это просто пробежать сюда и запрыгнуть в это окно как можно быстрее. Потому что там за окном происходит полная анархия, и не стоит там долго задерживаться. А здесь у нас семечко тыквы. И дал речка, возле которого можно перевести дух. И отсюда уже вернуться назад и... Ах, да, кстати, этот парень любит самоуничтожаться. И давайте... Оу, я аж испугался. Здесь, кстати, можно упасть даже вниз. Но здесь абсолютно ничего нет. Отсюда еще раз можно поглядеть на тот самый дом, где мы спасли впервые Кура. Но отсюда также еще можно перебраться на другую сторону замка, если спрыгнуть в воду. Но пока что нам это не нужно. Вау, 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 вау. Ребята. Не все сразу. Вообще, конечно, очень классно, как здесь сделаны бои с полуночниками на крышах. Все очень напряженно и красиво. И здесь всего лишь леденец. Больше, насколько я помню, здесь ничего нет. Единственное, что еще можно посмотреть вот так, но... Но ничего интересного разглядеть все равно толком не получится. Хотя нет, виднеется пара предметов. Ладно, отдохнем. Таких самураев мы, кстати, уже видели. В поместье Хирата. Ну да. Ну да. Там... жалко конечно резать эту бабулю ничего плохого по идее на мне не сделала здесь у нас еще есть выбор спуститься вниз подслушать сожалению нельзя а эта дверь заперта и давайте я все-таки спущусь сначала вниз и заберу там пару полезных предметов там внизу очередное собрание и у меня же 6 очков навыка надо было уже начинать их тратить и это у нас главные врата в замок здесь я уже убил здоровяка делать нам здесь больше нечего с этой стороны у нас печень угря чудодейственное средство от молнии возложенная на алтарь клана асина значительно снижает урон от удара молнии и статуса шок молния гнев божественных драконов угре хоть и малы приходится им родственниками даже божественный гнев возможно подавить хотя скорее всего ненадолго и опять же здесь у нас вспоминание о молниях и гневе божественных драконов вам это ничего не напоминает здесь у нас сабимару древний меч кадати местами покрытый синеватой ржавчиной можно установить протез синобия этот меч бы выкован кузнецами асина для борьбы с нечестивым злом в незапамятные времена вторгавшимся в те земли говорят что именно синий яд прогнал духов и этим клинком реально можно отравлять и это у нас можно сказать черный ход из замка и этого парня лучше убить сверху тяжелый кошелек и он на самом деле у него неспроста так как эти охотники на синобе работают здесь только ради денег это можно будет узнать из подслушанного далее разговора но здесь мы подслушаем нечто полезное это такой об этом это я Да, конечно, но... Кизгут и хренья, и... ...это так, что... ...это так... Да, и для того, чтобы... ...вот переносить боль в путь... Так... ...вот нечего... ...вот нечего... И это очень полезная информация, так как Анияма нас просил разузнать, чего так не хватает самураям. И вот мы как раз и узнали, что самураям не хватает соли. Здесь у нас очередной идол резчика. И теперь, я думаю, нам пора вернуться в разрушенный храм. Субтитры создавал DimaTorzok